Дорогие коллеги, я как всегда рад вас приветствовать на нашем пятничном вебинаре, на новом нашем вебинаре. Сегодня вебинар буду вести я. Я надеюсь, что меня хорошо видно и слышно. Поставьте, как всегда, плюсики в чат, если все нормально. Прекрасно. Наша сегодняшняя тема достаточно интересная, я ее представляю впервые здесь. Тема посвящена геосервисам, но, как всегда, перед тем, как приступить к теме, у меня для вас несколько вводных слов, особенно для тех, кто впервые на нашем вебинаре. В самом начале чата три полезные ссылки. Первая ссылка ведет на наш сайт, на сайт Директ Академии. И его главная страница – это страница расписания наших вебинаров. До конца нашего учебного года осталось не так много, но, тем не менее, все будущие вебинары, которые у нас будут проходить ровно до конца июня месяца, на каждый из них вы можете зарегистрироваться заранее и быть уверенным, что на вебинар вы попадете. В этом же расписании вы можете посмотреть записи предыдущих вебинаров, которые уже выложены на наш видеоканал на Ютубе. Кстати, вторая ссылка – это как раз ссылка на наш видеоканал на Ютубе, на котором выложено уже более 300 записей наших вебинаров. И запись этого вебинара также ведется. И если по какой-то причине вы не смогли его досмотреть, то, милости просим, эта запись появится, ну, не знаю, успею ли я сегодня, но, по крайней мере, на выходных или в понедельник она появится на канале на Ютубе. Наконец, третья ссылка – это ссылка на наши курсы, представляемые онлайн-курсы, которые представляет компания Директ Медиа. Пока там только 4 курса, посвящены они вопросам, общемедийным вопросам, библиотечным, вопросам издательской деятельности, а также вопросам онлайн-обучения, в основном вопросам создания онлайн-контента. Посмотрите эту страницу, возможно, что-то для вас покажется интересным, особенно если для вашего вуза окажется интересным, совсем хорошо. Ну и, как всегда, я хочу представить следующие два вебинара. Сейчас я дам ссылки в сеть, в чат. Вот эти ссылки. В понедельник у нас в 12 часов Марина Орешко проведет, наш постоянный спикер Марина Орешко проведет свой последний в этом сезоне вебинар. Будет он называться «Библиотечные видео, буктрейлеры и видеолекции». И во вторник тоже в... А, во вторник, обращаю ваше внимание, что во вторник в 11 часов по Москве, как всегда это происходит с вебинарами Софьи Багдасаровой, Софьи, тоже наш постоянный спикер, проведет тоже свой последний в сезоне вебинар по искусству, по истории искусства, который называется «Почему импрессионистов и прерафаэлитов современники считали безобразными художниками?» И «Почему из-за них возникли перформансы и хэппенинги?» Ну, как всегда, такое очень интересное название. Очень советую вам посетить вебинар, последний вебинар Софьи. Все предыдущие были просто классными. Ну что ж, давайте перейдем, собственно, к нашей сегодняшней теме. Мы с вами уже рассмотрели частично на моих вебинарах, частично на вебинарах «Марины Орешко» различные интерактивные сервисы, которые могут помочь в создании учебного контента. Обращаю внимание, интерактивного учебного контента. Если Марина делает свои вебинары в форме, скажем так, блестящих обзоров, таких в энциклопедическом стиле, то я стараюсь сделать их в учебном стиле, где рассматриваю подробно один или два сервиса. Мы уже рассматривали оси времени, рассматривали такие интерактивные элементы, как интерактивные путешествия по карте и по картинке, гигапиксельные картинки. А сегодня мы рассмотрим геосервисы. Это достаточно серьезный инструмент, но вообще геоинформационная система – это очень серьезное направление деятельности. И на основе карты можно сделать огромное количество всяких сервисов, огромное количество информации можно дать на основе карты. Точно так же, как на основе оси времени можно дать огромное количество информации по той причине, что все мы живем во времени, и, соответственно, временной контекст никак мы игнорировать не можем. Поэтому практически любую информацию мы можем дать в контексте времени. Тоже можно сказать и о пространстве. Мы все живем где-то, в каком-то месте. Соответственно, все события происходят в каком-то месте. И восстановить этот контекст, что где происходило или что где находится, является естественным при подаче почти любых данных. Поэтому геоинформационные системы играют очень большую роль в нашей жизни. Но одно дело геоинформационные системы, которые находятся где-то и которые делают большими коллективами большие дяди за большие деньги, а другое дело, пусть и небольшой геоинформационный сервис, который вы можете создать своими руками на основе простых каких-то данных, без участия, как всегда, без участия программистов, без участия большой команды исполнителей. Все, что вам надо, это иметь какие-то данные откуда-то получить. А все остальное можно сделать своими руками. Вот сейчас мы и приступим к изучению одного из таких сервисов. На своем курсе я даю еще другой сервис, более сложный. Но здесь мы это не успеваем, в часовом вебинаре посмотреть не успеваем. Посмотрим только первый, самый простой, но это не значит, что самый плохой сервис. Он достаточно хорош, тем не менее. Давайте посмотрим предысторию. Мы с вами уже рассматривали сервис StoryMap.js, и там использовалась карта. Правда, полноценным геосервисом назвать его нельзя, у него там другие преимущества есть. По той причине, что там информация о координатах в числовом виде не передается. Вы просто ставите точки на карте, и вот сколько у вас, если у вас тысячи событий, вы тысячи раз должны проставить эти точки. Геоинформационная система все-таки подразумевает, что информация о координатах передается числовая, и таким образом можно эту информацию как-то агрегировать, фильтровать, делать многие другие полезные вещи, которые можно делать с численной информацией. Вот. Вот StoryMap это не может, но мы его называем почти геосервисом, потому что карту он тоже использует, и на основе этой карты готовит интерактивные путешествия. Да, вот напоминаю, что вот примерно такой вид у исходной траектории, да, вот здесь вот какое-то путешествие обозначено, и на нем стоят события с определенным контентом. Другой сервис, которого мы коснулись как-то только, кто был на моих вебинарах, только так вот краешком коснулись, называется TimeMapper, который объединяет в себе преимущества оси времени и путешествия по карте. Вот так это все выглядит. Центральное поле это поле информации, поле самого слайда, нижнее поле это поле оси времени, а правое поле это поле карты. Этот сервис выглядит все-таки немножко перенасыщенным, тем не менее на нем уже этот сервис можно рассматривать как такую предтечу для геоинформационных сервисов, потому что внутри него, в таблице, которая определяет последовательность этих шагов, информация о географических координатах дается уже в числовом виде. Ну, однако, эта информация хоть и дается в числовом виде, но ничего с ней не делается, нельзя ее не фильтровать, ни как-то использовать в другом смысле. Вот, поэтому это все-таки тоже предтеча такого карты. Ну, и кроме того, здесь все-таки ориентация делается именно на путешествия. Вот такой слайдер, основу здесь составляет все-таки вот это поле, эти поля слайдера с возможностью перемещения вперед-назад. А карта здесь носит вспомогательный характер. Ну, и давайте перейдем к геоинформационным сервисам. Вот здесь представлен один из таких сервисов, мы его, правда, рассматривать сегодня не будем, называется он карто. Да, я хочу отметить, что, как всегда, у меня будет некоторое количество ссылок в презентации. Кто хочет, может прямо сейчас презентацию скачать из раздела ресурса, чтобы потом ориентироваться по конкретным ссылкам и качать конкретную информацию и конкретные сервисы. Вот, в геоинформационном сервисе карта является основным информационным слоем. То есть, на карте происходит все. Объекты на карте являются интерактивными, то есть, с ними что-то можно делать, с этими объектами. На них наводить мышью, кликать на них, получая дополнительную информацию. Либо увеличивая, уменьшая формат карты, получать иные изображения. Визуальные свойства объектов могут зависеть от их свойств. То есть, например, какой-то параметр, например, величина значка или цвет его может изменяться в зависимости от какого-то численного параметра. Ну, вот, например, в сервисе карта можно сделать, ну, например, список всех крупнейших городов мира, миллионников, где размером значка будет показано население этого города. А, например, цветом этого значка, этого кружочка будет показан какой-то иной параметр. Ну, например, максимальная температура, максимальная средняя летняя температура в этом регионе. Вот, ну и сегодня мы с вами изучим сервис, с одной стороны, достаточно простой и демократичный, а с другой стороны, позволяющий сразу получить хороший результат. Сервис этот называется Geocode by Awesome Table. Это, собственно, даже не сервис, а дополнение к Google документам. Для того, чтобы использовать этот сервис, вам надо, во-первых, зарегистрироваться на Google, то есть иметь Google аккаунт. Ну, это почти что постоянное требование для тех сервисов, о которых мы с вами говорили. И второе, лучше всего он работает, хотя есть варианты и немножко и другие, но лучше всего он работает под браузером Chrome. Поэтому лучше всего такое дополнение ставить, находясь в браузере Chrome. Правда, потом оно работает не только в Chrome, в Firefox тоже работает. Ну, честно говоря, с большим количеством сбоев это происходит. А в Chrome работает очень хорошо. Таким образом, вам для начала надо найти информацию об этом геосервисе. Вот ссылка на него. Не буду вам ее прямо сейчас давать. Или давайте дам. Вы знаете, может быть, как раз за время, пока я вам рассказываю, вы сможете, ну, по крайней мере, кто-то из вас, может быть, сможет хотя бы что-то повторить, какие-то простейшие вещи. Вот ссылка на этот геосервис. Если вы в Chrome войдете на этот сервис и поставите это дополнение, находясь в своем Google аккаунте, то у вас в Google документах возникнет, ну, на первый взгляд, ничего не возникнет. Да, у вас здесь будет написано бесплатно. Вот такая вот кнопочка. Это значит, это бесплатное дополнение. И его можно поставить прямо сейчас, не переходя к каким-то процедурам оплаты. Поначалу у вас ничего не возникнет, вы ничего не увидите. Но когда вы создадите новую таблицу, для того, чтобы посмотреть, как этот сервис работает, вам надо именно создать совершенно новую таблицу, не заполненную информацией. Просто в вашем Google диске нажимаете на соответствующий выбор в меню «Создать новую таблицу». Вот. И здесь в Google таблицах есть такой выбор в меню «Дополнение». И если раньше там у вас было пусто, то теперь у вас здесь появляется строка. Давайте я буду нумеровать. Один. Дополнение. Два. Строка в выпадающем меню, которая называется по названию сервиса «Геокод by Awesome Table». И когда вы нажмете на этот выбор, у вас появится еще одно выпадающее меню второго уровня. Здесь мы ее обозначим цифрой 3. Это менюшка самого уже геокода. Самое правильное, что можно сделать в начале, это нажать на кнопку «Старт геокодинг». После этого запустится это дополнение, и выглядит оно так. Справа от вашей пока еще пустой таблички, да, но здесь вы можете лучше всего сразу ввести какое-то название для вашей таблички, чтобы она потом не потерялась в вашем Google диске. Справа возникает поле. Поле оперирования геоданными. И, опять же, лучшее, что можно сделать в первый раз, когда вы работаете, это нажать на вот эту вот кнопку, пока остальные кнопки здесь заблокированы, на вот эту вот кнопку заполнить тестовыми данными. «Fill with sample data». Точно так же, как в случае с сервисом Timeline.js, используется некий шаблон, на основе которого вам потом будет очень удобно это все делать. Разница состоит в том, что в сервисе Timeline.js вас сначала просят скачать шаблон, и потом на основе этого шаблона вы свой документ открываете. Здесь же наоборот. Вы сначала открываете свой документ, можете присвоить его какое-то имя. Это уже не шаблон, а ваша собственная таблица. И после этого в вашу собственную таблицу заливаются какие-то данные по вот этой кнопке. Нажимаем на вот эту кнопку, и ваша таблица заполняется вот такими вот данными. Это тестовые данные. Их тут, по-моему, 19 строк, если не изменяет память, или 18. Данные о самых высоких башнях и небоскребах мира. Какие здесь есть данные? Ну вот, давайте, у меня в увеличенном виде этого нет. Что мы здесь можем посмотреть? Обращаю ваше внимание заранее, потом это станет понятно, что здесь только некоторые из строк являются обязательными. А остальные строки, они выражают некую информацию о том объекте, специфическую информацию о том объекте, о котором мы описываем. Поэтому этих строк может быть большее или меньшее количество. Важно, чтобы среди них были определенные параметры. Итак, смотрите. Имя name – это просто название вашего объекта. В данном случае название небоскреба или башни. Второе поле важное, оно всегда должно присутствовать. Это поле адреса. Адрес может быть указан с… Это адрес не числовой пока. Это адрес в свободном описании. Он может означать разное. То есть вы можете с разной степенью точности указывать адрес объекта. Можете… Вот здесь, например, везде указан адрес в формате страна, запятая… Точнее, город, запятая страна. Можете указать более точное. Но мы потом с этой колонкой разберемся. Следующий численный параметр – это высота небоскреба. Следующий параметр – это вид этого небоскреба. Ну, точнее, не небоскреба, этого объекта. Видов тут три предусмотрено. Собственно, небоскреб, телевизионная башня. Ну, или какая-то иная башня, там, иного назначения. Ну, и некое описание, что это – офисный центр, или телевизионная башня, или еще что-то. Здесь можно более подробно расписать, что это за объект. Ну, вот такие вот данные тестовые. И теперь мы производим некую волшебную операцию. Нажимаем на кнопку «Геокод». После того, как мы нажимаем на эту кнопку, у нас появляются еще два поля – широта и долгота. Эти поля, почему я назвал волшебной кнопкой? Потому что «Геокод» заглядывает вот в это поле, поле адреса. И методом поиска ищет эти страны, эти объекты в тех местах, где они находятся, в поле адреса. И указывает точные адреса в соответствии с полем адреса. Точные широту и долготу. Собственно, вот эти вот численные параметры, они и являются основными для построения, собственно, карты. Вам никто не мешает потом, если у вас сбой произошел, что-то пошло не так, не так определились координаты, либо они вообще не определились, либо определились неправильно, взять и просто ручками здесь записать какой-то другой адрес. Или уточнить этот адрес, например. Ну вот, видим, здесь есть Останкинская башня, тоже здесь присутствует среди высочайших небоскребов мира. Но первая работа делается автоматически просто по описанию. Мы потом поймем, что это достаточно умный сервис, и он понимает не только такие однозначные записи, как, например, Токио, Япония или Дюбай, United Arab, Дюбай, Объединенные Арабские Эмираты, но и более сложные объекты, иногда даже односложные какие-то вещи он понимает, если они уникальны на карте мира. Да, я хотел бы обратить внимание, что поле адреса, оно не обязательно должно называться адрес. В более сложных вариантах вы можете вот здесь настроить это поле, назвать это как-то по-другому, ну, например, там поле по-русски написать слово адрес, ну, тогда надо будет автоматически сервису указать, не автоматически, а в ручном режиме сервису указать, как должно называться это поле. Если же вы ничего не делаете, то сервис ищет колонку под названием адрес, и именно ее использует для определения координат. После этого мы можем приступать к построению карты. Построение карты делается в два этапа. На первом этапе мы нажимаем на кнопку Create Map, вот такая красная кнопка появляется, как только мы нажали на кнопку предыдущую. Вот видите, пока здесь красной кнопки нет. После того, как мы сделали, нажали на кнопку GeoCode с восклицательным знаком, у нас, во-первых, появились вот эти два поля, а во-вторых, у нас появилась красная кнопка Create Map. Теперь есть численные данные, на основе которых можно создать карту. Но эта кнопка, она сразу не приводит к появлению карты. Она приводит пока только к появлению вот этой второй строки, второй строки заглавия. Первая строка, это было вот название колонок, а вторая строка, это название фильтров. Фильтры бывают примерно такие. Ну, для первого случая, чтобы попробовать, вы можете просто не трогать эти фильтры, а так, для того, чтобы знать, какие бывают фильтры, вот я здесь привел краткий список тех фильтров, которые используются. StringFilter. Вот этот вот первый фильтр. Это фильтр строк. В этом случае на карте эта колонка обозначается окошком ввода. Ну, например, страна может являться фильтром строк. В этом случае на карте у нас появляется окошко. В нем мы вводим, только начинаем вводить, например, слово «Россия». Как только ввели букву «Р», у нас отфильтровываются все страны по первой букве «Р». Например, там будет Россия, Руанда и еще какие-то страны на «Р». Ну и так далее. То есть по любому набору символов первых у нас происходит фильтрация. И на карте у нас остаются только те объекты, которые соответствуют этому фильтру. Остальные удаляются. Вот Marks Tooltip. Это подсказка, появляющаяся над маркером при нажатии мыши. Вот этот вот. Это означает, что этот параметр, ну, например, это описание объекта. Он не используется в качестве фильтра, но когда мы нажимаем на объект мышью, всплывает окошко, в котором появляется вот этот параметр. Следующие виды маркеров, MapsLatHiddenNoFilter и MapsLongHiddenNoFilter, они ставятся перед координатами, перед широтой и долготой. В данном случае они означают, что эти столбцы используются исключительно для приставления маркеров на местности, на карте. И не используются в качестве фильтров. Но если вы хотите, то, конечно, слово «ной фильтр» можно убрать. В этом случае и по широте или долготе тоже можно поставить свой фильтр. Ну и, наконец, отсутствие вообще какого-то кода здесь. Если столбец при этом является числовым, то это ведет к появлению стандартного фильтра в виде двух движков, при помощи которого можно фильтровать объекты. Например, в данном случае по высоте небоскреба, как вы это увидите через некоторое время. Ну, итак, как я говорил, два этапа. Первый этап – это мы нажимаем на кнопку Create Map. И второй этап – после этого появляется кнопка под названием Open Map. Open Map – это значит уже открыть карту и посмотреть ее. Вот здесь я хочу вас предупредить, геокод иногда взбрыкивает, скажем так. При нажатии на эту кнопку ничего не происходит. Ну, иногда работает сразу хорошо. Если произойдет вот такая неприятность, вы просто перегружаете кнопкой F5 окошко браузера и снова нажимаете на кнопку Open Map. Со второй попытки он всегда работает качественно. Ну, и появляется вот, наконец, результат нашей работы. Вот такая вот суперинтерактивная карта. Супер, потому что она действительно, даже по сравнению с теми сервисами, которые мы уже изучали, она производит достаточно много интерактивной различной работы. Ну, во-первых, сама карта. Сама карта, у нее есть слоя, как полагается. Слоя с картой и со спутниковым слоем. То есть, с изображением спутниковых фотографий той же самой местности. Во-вторых, сами объекты. Вот они обозначаются разным видом маркеров. Первый вид маркера – это одиночный объект, когда он стоит на карте. Второй вид маркера – это вот такой. Здесь я их обозначу троечкой. Это вот такой. Это когда много объектов находится рядом, скучно, в одном и том же месте. И если рисовать одиночные маркеры, они просто налепятся друг на друга. И чтобы это не делать, появляется вот такой вот синенький кружочек. А если объектов еще больше, то желтый кружочек с надписью «Сколько здесь объектов?» Там 3, 5, 7 и так далее. Соответственно, при… Разумеется, карту можно увеличивать и уменьшать в масштабе. При увеличении масштаба и наведении нашего поля зрения… Да, еще и таскать можно мыши туда-сюда, разумеется. Ну, почти все так же, как с Google-картами и с Яндекс-картами. При наведении на вот этот вот участок, при приближении к нему, эта точка начинает расходиться на вот такие вот единичные объекты. То есть, как только становится возможным различить объекты отдельно, они появляются отдельно. Ну, и вот тут такая… Это, собственно, сама карта. К ней мы примерно привыкли. А, ну, да. И еще при нажатии на объект появляется информация об этом объекте в соответствии вот с этим вот фильтром подсказка, которая появляется над маркером при нажатии мышкой. Ну, а теперь нижняя часть. Внизу вот здесь вот, вот эта вот часть обозначимая 4. Это, ну, по сути дела, сокращенная копия вот этой вот нашей таблички. Вот этой вот таблички. Здесь те же самые строки, те же самые столбцы. Ну, столбцов немножко поменьше. Вот тут можно просто выбирать… Это такой мини-эксель. Тут можно их ранжировать по алфавиту, по размеру, по какому-то параметру. Можно просто тыкать в какое-то место, там, например, вот сюда мы тыкнем и получим. И все, кроме этого объекта, сотрется с карты. Останется только этот объект. Ну, и такая могучая настройка, как ряд фильтров. Вот здесь вот. Обеспечивающая такую продвинутую интерактивность. Это, во-первых, name, название объекта. Вот здесь вот, как только вы начинаете вводить название объекта, начинает производиться фильтрация по первым символам набранного. То же самое адрес. Здесь можете начать вводить страну или город. И по символам, встречающимся символам, тоже будет происходить фильтрация. Вот здесь вот фильтр по… Выпадающий список по виду. В данном случае у нас три вида, да. Там небоскреб, телебашня и какая-то башня другого типа. Вот здесь выпадающий список. Можно выбрать, например, токотелебашни. Ну, и, наконец, фильтр, числовой фильтр общего вида. Здесь вот видите такие движки от 400 метров до 800 с чем-то метров. И эти движки можно двигать вперед-назад, выбирать только тот диапазон, который вам нужен. При этом все остальные башни с экрана пропадают. Остаются только те, которые отфильтрованы. Вот видите, такая могучая такая карта. Конечно, при таком количестве 18 это не так хорошо выглядит. А вот когда их там несколько десятков или несколько сотен, этот достаточно мощный инструмент у вас в руках появляется, который, в принципе, является полноценной геоинформационной системой по тому направлению, которое вы хотите. Ну, и здесь есть некоторые параметры, которые можно настроить. Вот эта вот кнопка, она доступна только в вашем аккаунте. Если все остальное доступно всем людям, с которым вы поделитесь данной информацией, поделитесь данной картой, то вот эта кнопка, она возникнет только тогда, когда геокод видит, что карта находится в том же самом аккаунте Google, в котором она была создана. Это дополнительные возможности по редактированию этой карты. Ну, возможности достаточно простые. Первая возможность – это поделиться этой картой. Когда вы нажимаете на вот эту вот кнопочку «Поделиться», то происходит высвечивание такой вот информации. Во-первых, можно взять две ссылки по вкладке «Шея». Эти две ссылки такие. Вот в поле 2 ссылка для всех. Видите, в конце стоит значок «View». Это означает, что это ссылка для всех. То есть, чтобы все посмотрели вашу карту, можно передать вот эту ссылку, и ваша карта откроется в новой вкладке браузера у этих людей. Ну и лично для вас, чтобы продолжать править карту, можете сохранить себе вот эту ссылку под номером 3. Она точно такая же, как предыдущая ссылка, только на конце у нее стоит слово «Edit», а не слово «View». Если вы этой ссылкой поделитесь со всеми остальными, то она просто автоматически заменится на ссылку номер 2. То есть, ничего страшного не произойдет. Ну и вот здесь GeoService показал, что он меня видит как собственника этой карты, то есть того, кто эту карту создал. Поэтому позволяет мне вот это вот все сделать, взять эти ссылки. Обращаю ваше внимание, что для того, чтобы поделиться, чтобы вот эта ссылка работала для всех, а не только для вас, надо провести некоторую дополнительную манипуляцию с той таблицей, которую вы создали. А именно, эту таблицу надо сделать видимой для всех. По умолчанию таблица создается с настройками доступа только для вас. Справа от таблицы, в Google таблицах, находится большая синяя кнопка «Настройка доступа». Вот, пожалуйста, нажмите на нее, если вы, конечно, хотите, чтобы эта карта была не только для вас, а и для всех. И здесь вы должны нажать на единственную кнопку «Включить доступ по ссылке». Все, больше ничего не надо, вот это поле заполнять не надо, и нажимаете на кнопку «Готово», больше ничего не делаете. Вот, после того, как вы включили доступ по ссылке, ваша карта становится видной для всех, кому вы передаете эту ссылку. Ну, и мы еще не рассмотрели, мы рассмотрели вот это поле, «1», а теперь рассмотрим поле «2», «Embed». Это поле позволяет взять код iFrame, вот этот вот код, и вставить его в свой любой документ. Если предыдущий способ, вот здесь вот шея, мы берем ссылку и отдаем ее нашим адресатам, и она просто откроется в новом окне, то кнопка «Embed» позволяет взять код, который вставляет нашу карту прямо в ваш документ, например, в ваш блог, ваш учебный контент в системе дистанционного обучения, ну, или в любой другой контент, где можно вставить на ваш личный сайт, везде, где можно вставить произвольный HTML-код. Вот, и в этом случае карта просто вставится, как фрейм в вашу страницу, станет частью вашего документа, а не просто отдельной картой. Ну, есть еще некоторые настройки, я сейчас на них не буду заострять внимание, мы сейчас посмотрим учебные ролики, в которых это все будет рассказано. Давайте на этом внимание не будем заострять, но заострим внимание на другом. А, вот мы пока работали только с теми данными, которые получили от системы, а как же нам свои данные ввести? Давайте попробуем вставить, ну, для начала хотя бы свои строки в эту табличку. Пожалуйста, это можно сделать. Вот я провел такой эксперимент, вставил сюда башню федерации, слово, название, то есть еще одно, еще один небоскреб, он, конечно, скромный по размеру, 374 метра, меньше, чем все остальные небоскребы, но, тем не менее, зато это наш небоскреб российский. В поле адреса написал слово, по-русски обращаю ваше внимание, написал слово Башня Федерации Москва, вот, поэтому, потом нажал на эту волшебную кнопку Геокод, и вот, о чудо, здесь в строке координат нашлись точные координаты Башни Федерации. Причем, в данном случае, обращаю ваше внимание, что мы использовали русский русский алфавит, мы не использовали указания страны, а просто указали Башня Федерации Москва, и мы использовали более точные указания на объект, нежели в предыдущих случаях. В предыдущих случаях указывалось просто страна и город, а здесь мы указали город и название объекта, надеясь на то, что объект найдется точно, а не, как в предыдущих случаях, карта укажет на центр города. И действительно, Башня нашлась. После того, как мы публикуем карту традиционным образом, мы видим, что здесь вот в центре у нас, раньше у нас здесь стоял одиночный маркер, а теперь стоит маркер с двоечкой. И после того, как мы на этот маркер наезжаем, мы видим, что Башня Федерации у нас определилась с точностью до дома. это здорово, то есть прямо в дом попал этот маркер автоматически. Чего не скажешь о второй точке. Вторая точка была Останкинская башня, и ее адрес был не точно найден, потому что в поле адреса стояла просто Россия-Москва. Соответственно, маркер попал куда-то в центр Москвы, а не в то место, где действительно стоит Останкинская башня. По этому примеру мы видим, насколько могучий этот сервис. Сюда можно заносить названия объектов достаточно такие изощренные, то есть с надеждой на то, что эти объекты найдутся, если они уникальны. Конечно, не надо сюда заносить те объекты, которые по умолчанию не уникальны. Ну, например, если вы сюда внесете город Борисоглебск-Россия, то схватится первый попавшийся Борисоглебск. В России их, наверное, там пара десятков городов с таким названием. Вот. Вам придется руками здесь изменять эти координаты. Но если вы точно знаете, что объект город, село или объект уникальный, то сервис все нормально найдет. Например, я пробовал такие объекты, как Третьяковская галерея, Русский музей, и прекрасно геокод все это находил. Поэтому для начала, просто используя ту же самую таблицу, вы можете добавить здесь несколько объектов. После того, как наиграетесь с этими объектами, можете слегка изменить табличку, не изменяя вот этих настроек фильтров. Например, вместо высоты, к примеру, например, у нас здесь много библиотечных работников, можно, например, вот сюда загнать крупнейшие библиотеки мира или России, а вместо высоты записать объем библиотечного фонда в миллионах экземплярах, ну или в тысячах экземплярах. Вот, и будет у вас геоинформационная карта по крупнейшим библиотекам мира, России, области, там, страны, не знаю. Вот, если у вас объемная есть информация, например, по многим странам, и не только по крупнейшим библиотекам, а по менее значимым, то у вас получится несколько сотен таких строк, и, соответственно, вы сможете потом делать фильтрацию по стране, фильтрацию по крупности библиотеки, все это будет очень здорово смотреться, и это будет уже очень хорошо употребимая, весьма полезная геоинформационная система. Ну что ж, мы с вами посмотрели презентацию, а теперь давайте, как всегда, закрепим это видеороликами, на которых все это будет в динамике показано уже более подробно. Добрый день, друзья! Меня зовут Павел Калинников, а это новый ролик для рубрики «Практикум автора учебного контента». Сегодня мы с вами рассмотрим дополнение для Google таблиц, которое называется Geocode Awesome Table. Это дополнение позволяет строить интерактивные карты при помощи простого аппарата, основанного на Google таблицах. Карта имеет примерно вот такой вот вид. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. В данном случае на карте представлены 48 точек. Это крупнейшие города мира, и по ним есть дополнительная информация. Давайте чуть-чуть промотаем карту вниз. вот есть вот такие вот фильтры и управляющие элементы, а ниже находится собственно таблица значений. Вот эта таблица. Для каждого города приведены три параметра. Его население, максимальная среднемесячная температура и минимальная среднемесячная температура. А теперь давайте посмотрим, как карта реагирует на управляющие элементы. Давайте попробуем изменить население. Вот с увеличением населения мы видим, что пропадает все больше городов, а вот они снова появляются по мере того, как движок я возвращаю в исходное положение. То же самое и с температурой. Давайте, например, минимальную температуру начнем снижать. мы видим, что все больше городов, особенно в районе экватора, пропадают. И вот в конце концов остается не так много городов. Вот такая вот интерактивность. Каждый маркер можно выбрать. Можно, как всегда, увеличивать и уменьшать карту. Группы маркеров изображены другим цветом. Вот синим, если их несколько, но не очень много. И желтым, если их достаточно много. Вот давайте нажмем, например, на Россию и увидим, что здесь отмечены Москва и Санкт-Петербург. Ну и вот в районе Китая нажмем на большую агломерацию. Вот увидим, какое большое количество здесь городов. Вот так ведут примерно себя эти карты. Да, еще можно использовать фильтр. Фильтр страны. Здесь я начну вводить слово Россия. Вот. Ну и мы видим, что сразу высветились российские города. Вот они. Можно выбрать другое какой-нибудь страну, например, Мексика. Ну и сразу попадаем в Мехико. Вот так ведут себя эти карты. Очень интересные интерактивные карты. Другой пример такой карты мы сейчас создадим при помощи таблиц. И посмотрим, как это делается. Итак, для того, чтобы понять, как создать такую карту, перейдем на мой диск в Google Drive и создадим новую таблицу. Итак, для того, чтобы понять, как создать такую карту, перейдем на мой диск в Google Drive и создадим новую таблицу. Я нажимаю на кнопку создать и Google таблицы. Прежде чем начать работу с таблицами, установим дополнение. Дополнение называется Geocode by Awesome Table. Дополнение предназначено для Google Chrome и работает в Google таблицах. Все остальные действия лучше производить в браузере Chrome. У меня дополнение уже установлено, поэтому вот здесь мы на кнопочке видим слово установлено. У вас будет написано слово бесплатно. После того, как вы нажмете на кнопку, произойдет установка дополнения на ваш компьютер в ваш браузер. А теперь снова перейдем в новую таблицу и мы видим, что в меню дополнения появилась строка Geocode by Awesome Table и здесь мы можем запустить дополнение Start Geocoding. Через некоторое время появляется справа поле. Пока наша таблица не заполнена, поэтому строить карты мы не можем. Мы должны сначала заполнить таблицу. Для простоты дополнение предлагает заполнить таблицу какими-то шаблонными данными. Давайте это сделаем. Нажмем на кнопку Fill with Sample Data. И мы видим, что таблица заполнилась какими-то данными. Приглядевшись внимательно, мы можем заметить, что это данные о самых высочайших башнях и небоскребах. Вот они располагаются в такой таблице. Первый столбец таблицы это название небоскреба. Во втором столбце адрес. Третий столбец численный. В нем высота данного строения. В следующем столбце написано, что это небоскреб или башня. Ну и в последнем описание, что находится в этом здании или в этой башне. Мы пока не можем строить карту, потому что у нас нет информации о географических координатах. Но у нас есть столбец B, в котором располагаются адреса. И теперь дополнение геокод постарается для каждого из этих адресов найти свои географические координаты. Для того, чтобы определить поле адреса, надо при помощи вот этого элемента интерфейса выбрать столбец, который будет считаться адресом. Ну, в данном случае все уже заполнено, и нам остается только нажать на кнопку геокод. мы видим, что образовались два новых столбца широта и долгота и они постепенно заполняются данными. Таким образом, дополнение обратившись к поисковому сервису заполнило все значения конкретными данными. Прежде чем создать карту, давайте попробуем дополнить карту каким-то своим примером. И давайте сразу создадим достаточно сложный пример. Во-первых, я запишу пример на русском языке, а во-вторых, постараюсь в поле адреса указать не просто город, а более точно сам объект и посмотрим, найдется ли этот объект на карте. Здесь я пишу Башня Федерация, а здесь напишу более точно Башня Федерация Москва. Я пока не знаю ее координат, хотя мог бы наверное вручную заполнить эти поля. Здесь я напишу высоту башни 373 метра. Здесь я напишу что это небоскреб. Ну и здесь напишу офисный центр. Хотя может быть это упрощенно. А теперь давайте посмотрим найдется ли этот объект. Еще раз нажимаю на кнопку Геокод И вот нашлись какие-то координаты и мы сейчас посмотрим создавая карту правильно ли они нашлись. Давайте теперь нажмем на большую красную кнопку Create Map. мы мы видим что в процессе создания карты появилась строка 2 в заголовках которая описывает те фильтры которые будут созданы на карте. При необходимости эти фильтры можно руками поменять. Пока строятся карты мы можем познакомиться со значением этих фильтров. Тут есть особые кодовые слова которые можно использовать. если в строке фильтра стоит string filter это фильтр строк и на карте он обозначается окошком ввода при помощи которого можно фильтровать параметры. Если Maps Tool Tip Hidden это подсказка которая подъявляется над маркером при нажатии на него мышкой. Широта и долгота обозначаются параметрами Maps Let и Maps Long и имеют также подзначения Hidden и No Filter Это означает что данные столбцы используются как широта и долгота. Такие столбцы можно воспроизводить не только автоматически но заполнять также и вручную важно чтобы во второй строке были вот эти значения фильтров. Ну и когда в строке фильтров ничего нет код отсутствует то это означает над столбцами с числами это означает что появится фильтр вверх и так для того чтобы понять как создать такую карту перейдем на мой диск в Google Drive и создадим новую таблицу я нажимаю на кнопку создать и Google таблицы прежде чем начать работу с таблицами установим дополнение дополнение называется Geocode by Awesome Table дополнение предназначено для Google Chrome и работает в Google таблицах все остальные действия лучше производить в браузере Chrome у меня дополнение уже установлено поэтому вот здесь мы на кнопочке видим слово установлено у вас будет написано слово бесплатно после того как вы нажмете на кнопку произойдет установка дополнения на ваш компьютер в ваш браузер а теперь снова перейдем в новую таблицу и мы видим что в меню дополнения появилась строка Geocode by Awesome Table и здесь мы можем запустить дополнение Start Geocoding через некоторое время появляется справа поле пока наша таблица не заполнена поэтому строить карты мы не можем мы должны сначала заполнить таблицу для простоты дополнение предлагает заполнить таблицу какими-то шаблонными данными давайте это сделаем нажмем на кнопку Fill with Sample Data и мы видим что таблица заполнилась какими-то данными приглядевшись внимательно мы можем заметить что это данные о самых высочайших башнях и небоскребах вот они располагаются в такой таблице первый столбец таблицы это название небоскреба во втором столбце адрес третий столбец численный в нем высота данного строения в следующем столбце написано что это небоскреб или башня ну и в последнем описание что находится в этом здании или в этой башне мы пока не можем строить карту потому что у нас нет информации о географических координатах но у нас есть столбец B в котором располагаются адреса и теперь дополнение геокод постарается для каждого из этих адресов найти свои географические координаты для того чтобы определить поле адреса надо при помощи вот этого элемента интерфейса выбрать столбец который будет считаться адресом ну в данном случае все уже заполнено и нам остается только нажать на кнопку геокод мы видим что образовались два новых столбца широта и долгота и они постепенно заполняются данными таким образом дополнение обратившись к поисковому сервису заполнило все значения конкретными данными прежде чем создать карту давайте попробуем дополнить карту каким-то своим примером и давайте сразу создадим достаточно сложный пример во-первых я запишу пример на русском языке а во-вторых постараюсь в поле адреса указать не просто город а более точно сам объект и посмотрим найдется ли этот объект на карте здесь я пишу башня федерация а здесь напишу более точно башня федерация Москва я пока не знаю ее координат хотя мог бы наверное вручную заполнить эти поля здесь я напишу высоту башни 373 метра здесь я напишу что это небоскреб ну и здесь напишу офисный центр хотя может быть это упрощенно а теперь давайте посмотрим найдется ли этот объект еще раз нажимаю на кнопку геокод и вот нашлись какие-то координаты и мы сейчас посмотрим создавая карту правильно ли они правильно ли они нашлись давайте теперь нажмем на большую красную кнопку create map мы видим что в процессе создания карты появилась строка 2 в заголовках которая описывает те фильтры которые будут созданы на карте при необходимости эти фильтры можно руками поменять пока строится карта мы можем познакомиться со значением этих фильтров тут есть особые кодовые слова которые можно использовать если в строке фильтра стоит string filter это фильтр строк и на карте он обозначается окошком ввода при помощи которого можно фильтровать параметры если maps tooltip hidden это подсказка которая подъявляется над маркером при нажатии на него мышкой широта и долгота обозначаются параметрами maps let и maps long и имеют также подзначение hidden и no filter это означает что данные столбцы используются как широта и долгота такие столбцы можно воспроизводить не только автоматически но заполнять также и вручную важно чтобы во второй строке были вот эти значения фильтров ну и когда в строке фильтров ничего нет код отсутствует то это означает над столбцами с числами это означает что появится фильтр в виде двух движков непрерывных по которому можно будет фильтровать маркеры на карте вернемся к нашему примеру к сожалению иногда после запуска процесса создания карты процесс подвисает в этом случае надо просто перезапустить окно нажав на F5 и снова запустить дополнение геокод все уже созданное содержимое таблицы сохраняется мы видим что справа появились две новые кнопки которые называются Customize Tooltip и Open Map нам нужна правая кнопка Open Map посмотрим какая карта создалась высветилась карта которая содержит все примеры наших небоскребов ну вот здесь так же как и в описании примера есть места которые достаточно близко расположены друг от друга и давайте сразу посмотрим как определилась наша башня федерации в Москве открываем и видим в Москве две точки первая из них где-то в центре Москвы это Останкинская башня но так как ее положение не было указано точно было просто написано слово Москва Россия то и точка это стоит где-то просто в центре Москвы а вот вторую точку которую мы указали более точно давайте посмотрим вот видите она определилась достаточно точно попала точно в то здание в которое надо и вот этот маркер указывает точно на башню федерацию то есть координаты определились верно давайте снова вернемся к карте другого масштаба отодвинем карту покажем ее во всей полноте мы видим что мы можем фильтровать по имени по адресу ну и по высоте давайте попробуем уменьшать высоту и мы видим что количество сокращается а теперь увеличивается снова количество маркеров ну и снизу мы видим таблицу вот это та карта которую увидит пользователь но мы как создатели карты имеем еще дополнительные возможности по ее настройке нажмем вот на этот карандашик и откроется ряд кнопок и панель управления в панели управления есть 4 строки data source здесь можем снова перейти на нашу таблицу нажав на вот эту кнопку можем изменить лист но в данном случае у нас таблица состоит из одного единственного листа мы также можем поменять диапазон таблицы из которой берем данные вот здесь можем сократить например на один столбец или как-то иным образом изменить есть строка view configuration в которой мы можем установить размеры карты такой параметр например как что показывать в данном случае стоит карта и таблица возможно высвечивание только карты только таблицы и есть некоторые другие настройки есть также настройка форматирования и другие настройки ну например такие настройки как позволить вашим пользователям скачивать ваши данные в виде csv таблицы не будем трогать эти настройки все они сделаны достаточно разумно ну и еще одна важная кнопка которая нам сейчас пригодится это кнопка sharing setting при помощи этой кнопки мы можем взять ссылку на нашу карту вот она этой ссылкой мы можем поделиться с нашими пользователями при высвечивании этой ссылки давайте ее откроем в новом окне появляется вот эта же самая карта ну так как мы сейчас находимся внутри моего аккаунта все еще доступным является вот эта вот регулировка редактирования у обычного пользователя который не имеет доступа в наш аккаунт этой кнопки не будет ну и вторая важная вкладка при помощи которой мы можем получить код вставки называется embed и при помощи нее мы можем забрать код вставки iframe при необходимости можем взять и код в виде javascript ну и возьмем этот код iframe и посмотрим как он выглядит уже во вставленном состоянии я заранее вставил в свой курс карту правда не эту карту а другую предыдущую которую мы рассматривали с 48 городами и вот вы видите что она находится в странице в моей странице тильды вот так выглядит вставленная карта ну что ж мы с вами познакомились с дополнением геокод google таблицам научились при помощи него создавать карты теперь для того чтобы продолжить нашу работу чтобы продолжить нашу работу надо создать карту по типу вот этого образца и использовать приложение геокод для своей работы карту можно создавать и самостоятельно прямо руками приложение геокод можно использовать и в этом случае в частности если вы широту и долготу заполняете при помощи своих каких-то данных например при помощи другой таблицы или вручную И если вы вот эти фильтры создаете тоже вручную, это тоже можно, исходя из той структуры данных, которая вам необходима. Также вы можете просто преобразовать данную таблицу. Например, вместо небоскребов использовать музеи, а вместо высоты использовать количество экспонатов в фонде музея. Ну вот и все, что нам надо знать об этом дополнении. Стройте свои карты и получайте удовольствие от работы. Встретимся в новых учебных роликах. Уважаемые коллеги, я думаю, что по результатам нашего сегодняшнего вебинара вы сможете создать свою первую интерактивную карту. Честно вам скажу, по сравнению с другими сервисами, когда я узнал этот сервис, я получил, наверное, большее удовольствие от первой созданной карты. Просто потому, что до этого считал, что геоинформационные системы это такие сложности, с которыми могут работать только специалисты. Но оказалось, что очень простыми средствами можно создать такую карту достаточно быстро. Были бы только данные. Если у вас есть какие-то числовые данные и есть информация о том, где находится эта точка, все. Дальше действие вполне техническое. И примерно за час-другой можно освоить этот замечательный сервис. Есть и другие сервисы. Вот, в частности, сервис карта, о котором я говорил. Ну, можете просто его попробовать. Но он все-таки достаточно сложен на первый раз. Давайте я все-таки дам его ссылку на него и даже дам ссылку на видеоролик, в котором я его кратко описываю. Но там не мой видеоролик и надо быть внимательным. Поэтому я его сегодня не привел. Вот сервис, который может гораздо больше, чем тот. Вот ссылку на него, ссылку на видео. Ну, сейчас дам. Хорошо. Вот сервис карта. Сейчас я вам дам ссылки на видеоролики. Они хранятся на моем, в моем видеоканале. Кстати, подписывайтесь на мой видеоканал. Ну, я вам дам более точную информацию о роликах. Вот ролик, описывающий, как работать в сервисе карта. Одно небольшое дополнение с сервисом карта. С сервисом карта удобно работать, если вы предварительно создали таблицу объектов для геокода. Потому что эту таблицу можно легко импортировать и дальше уже поместить в сервис карту. Ну, что касается всех роликов, то давайте я просто вам дам ссылку на свой плейлист, который называется «Учебные ролики». И в этом плейлисте вы найдете, ну, не в первых рядах, где-то там, во втором десятке найдете три ролика, которые я вам сейчас показывал. Вот по этой ссылке вы можете найти ролики и еще раз их пересмотреть в тот момент, когда будете работать непосредственно с сервисом. Ну и второй вариант – это пересмотреть наш сегодняшний вебинар, когда появится его запись. Ну что ж, коллеги, есть ли у вас какие-то вопросы по данному сервису? Я сейчас прогляжу не… Я прошу прощения, да, что вынудил вас пять лишних минут смотреть ролик, когда его не было на экране. Я просто ошибся с окном и потом слегка отлучился. Ну, мы вовремя это исправили, все. Да, вопросов не вижу здесь. Ну что ж, да, я надеюсь, что вебинар был для вас полезным. Впереди нас ждут выходные дни. Удачных вам выходных. Встретимся на следующей нашей неделе. Наша следующая вебинарная неделя будет полной. Все пять дней будут проходить какие-то мероприятия у нас, какие-то вебинары. Ну и после этой недели нам предстоит еще одна неделя, последняя в июне. И мы уйдем с вами на… Директ-академия уйдет на каникулы. Тогда встретимся уже с вами в сентябре. Что ж, до понедельника, до встречи в Директ-академии. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok